приветствую братья и сестры как и обещал в 9 часов ровно как лист перед травой я перед вами да и в течение ближайшего часа мы с вами пообщаемся здесь полезно продуктивно во благо просто бывает я поясню почему часто это ошибка случается потому что на эфир я выключаю даже вот вибра а как только заканчивается эфир если я забыл включить звук то до меня могут не дозвониться несколько человек как правило которые потом убежаются и вот у меня бесконечно этот цикл происходит сначала я забываю выключить звук на эфир потом я его его забываю включить такие дела вот водичку я не взяла жарковато сегодня вот у нас дождь был как-то припекала и паре парила и сейчас честно говоря совсем жарковато становится у вас как с погодкой сегодня центральной части россии про не знаю дожди 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 у нас относимся собственного я к центральной части россии тоже не миновала чаши сия добрый вечер христос воскресе я сразу напомню у нас в 10 вечера сегодня будет еще эфир на телеканале ну смысле на странице телеканала спас так что этот час мы проведем совместно а потом туда иммигрировать так чтобы икона точно точно точнее не икона картина спасителя христос в пустыне с моих любимых образов тоже был виден сзади краснодар тоже душно перед дождем питере свежо и прохладно питер из питер давно сегодня отец павел эфир проводил из подмосковья ну красногорска московская область ближайший город к москве да и у него цены показывать целая гроза была целого бога красиво и уютно стал спасибо я правда тоже рад счастлив от того что наконец свой уголок появился где можно и беседы проводить и что-то напечатать какие-то работы провести убавлю свет слишком сильно ярком так кто-то у нас люди присоединяются староскольцем привет и белоруссии дождь кто-то если желает выйти в совместный эфир я буду только рад поэтому такой крестик рисуйте и мы с вами пообщаемся в таком в режиме лицом к лицу оля приветствую вас перу самый дальний уголок . класс нужен кабинет спасибо да сам радуюсь наслаждаюсь так сказать обстановкой что сказать нельзя прилепляться к сердцем конечно но другой стороны никто не запрещает как-то обстраивать красотой те места где мы живем где мы работаем какой-то должен быть благолепный вкус добрый вечер бачка воистину воскресе христос я вас хотел спросить последнее время ленюсь молиться не могу себя заставить стыдно очень начинаю молиться примерно в 11 утра что такое я беременна отсутствие молитвы порой в жизни христиан это такое достаточно регулярное явление это происходит от внутреннего нашего расслабления потери страха божьего что имею страх божий когда мы перестаем осознавать что в конце нашей жизни вообще то переход переход в вечность нас ждет суд божий что нам пред богом предстать предстоит вот то есть мы потеряем вот это ощущение границ своей жизни это наверное главная проблема жизни многих из нас что мы забываем что мы конечно что каждый стук нашего сердца каждый новый день это своего рода отсчет к тому моменту когда мы завершим свою земную дорогу и нам предстоит с ним с господом встречаться я бы даже по-другому сказал если мы здесь не научимся с богом общаться молиться для бога находить время то а как же на в царстве божьем оказаться с богом а как нам быть с тем с кем мы здесь не хотели быть в царстве божьем нам предстоит быть с богом мы надеемся на бытие с богом в этом есть вечное блаженство а тот кто здесь в земной жизни не хочет молиться или лениться или не желает быть богом на царство божие как он может надеяться дает страх божий тут сразу пишет а как его достичь через молитву получается как некий замкнутый круг да но в молитве мы просим господи да и мне помоги мне господи мы в молитвах не только должны просить о вот таком земном дай мне господь того сего пятого десятого а еще и просить чтобы он помогал нам верить чтобы господь помогал нам свою веру правильно организовать когда вера в бога бывает бесплодной ведь такое тоже зачастую случается человек верует но дел веры не имеет и вот об этом у бога тоже надо просить господи помоги мне чтобы вера моя была не мертвая живой чтобы в моей вере было и молитва и страх божий и покаяние и смирение об этом надо просить еще как достигать достигается страх божий чтение евангелия чтение священных книг она у нас нас настраивает вот она как бы опускает наше сознание вот к вот этому фундаментальному пониманию каков бог каков христос и христос которому мы должны двигаться которым мы должны всей своей душой стремиться узнавание бога до что шоу лишь говорю узнавание бога но и порождает страх божий она порождает вот это желание основном временно и быть с ним с господом богом и одновременно благоговеть перед ним тут вот был вопрос сейчас мы на прошлом деле в эфире с матушкой на познакомились лишь и катюшка когда уфа тепло приветствую сейчас потерял этот вопрос благословительное чтение евангелия божьей помощью вам конечно читать памятью смерти не достигается ли страх божий конечно да у нас тут правда сейчас сильный дождь прошел какой-то вопрос было я его кому пропустил ну ладно если что и кому надо вот если не услышали пожалуйста а вот ложное смирение как понять ложное смирение вот смотрите привожу пример когда мы предположим кому-нибудь говорят обидное слово какой-нибудь да ты там глупец ты там какой-нибудь непутевый да а человек не реагирует на это вот ему что говорит что не говори ему как бы параллельно он совершенно на не реагирует и со стороны кажется что вот он такой смиренный что он внутренне устойчив что его это не касается вот у него внутренние какое-то спокойствие тишина а вот а когда у человека спрашивают а почему ты не ответил для тебя же там поносили а ты промолчал тебе сказали такие слова а ты даже не отреагировал а человек отвечает да мне вообще без разницы мне вообще этот человек его за человека не считаю что я его слушать буду что вот это ложное смирение есть такой вот рассказ о ложном смирении как раз по моему в потеряке что некий монах жил в монастыре и на него на возвели много клеветы а он был молодым монахом и старцы дивились слушай на тебя столько клеветы наговорили столько тебе сказали непотребных слов а ты даже не озлобился ты даже никому ничего не ответил ты бы потрясающий пример смирения нам показал потрясающе удивительный пример такого миролюбия как ты этого достиг свои юные годы а тут говорит да я за их за людей не считаю что я слушать буду что ли этих псов вот вам ложное смирение он не смирился потому что в нем есть какая-то духовная высота сейчас закрою какая-то духовная высота или какая-то внутренняя работа над собой а потому что он сам гордыни пребывает и выдает свою горды из гордыню за вот такое смирение якобы смирение как будто он смирить смирился как будто он вот такой ну или такой банальный пример из вот обихода из любого ядом в любом храме наверно такое встречается когда вы подходите там как-нибудь сотрудницы церковной лавки или там матушке какой-нибудь которая завсегдатой службы вот вы говорите здравствуйте матушка на здравствуйте с праздником на с праздником вот это вот ну мы давно заметили что у церковных людей есть такая немножко наигранность знаете можно спаси господи сказать с разными оттенками мы все в семинаре учились это смеялись и шутили можно сказать спаси господи или спаси господи то есть по форме ты смиренничаешь по форме ты весь такой агнец божий овечка а внутри у тебя там волк сидит вот этого тоже ложное смирение когда ты одел на себя шкуру такую овечью такой кроткая овечка внутри там все бушует тоже ложное смирение бог создал адама и еву и все люди родились от них получается что люди рождались от родных братьев и сестер и при таких обстоятельствах дети рождались больные объясните пожалуйста да совершенно верно у адама и евы дети их было вероятно очень много потому что адам и его прожили по 900 лет так вот у них конечно рождались дети и они выходили друг за друга замуж больными становятся дети да вы я знаю о том что когда например в каком-нибудь замкнутом племени племенном союзе когда все там друг другу является дальними родственниками действительно генофонд вырождается это правда вот но генофонд адама и евы был очень сильным он был еще очень мощным таким знаете потенциал там был велик поэтому да вполне нормально знать что так и так развивалась человечество от одной пары и кстати генетики вполне себе обоснованно говорят что примерно в каждом из через ну в каждом из нас 0,4 процента некой единый генов единого единой пары условной нулевой пары и об этом читал еще ну да даст бог память еще в начале 2010-х годов 11 такой есть археолог василиадис греческий ученый приводит такие данные что мы все произошли от некой пары и в каждом из нас да есть какая-то частичка одних этих же генов ну что тут такого это потом уже позже бог запрещает такие браки да потом то есть надо понимать что в истории были какие-то эпохи до развития и наоборот заката было например многоженство при соломоне или при том же царе давиде а потом моногамия то есть одна жена один муж в ветхом завете были разные моменты то надо знать ну что тут такого на христос пустые неправда перед причастием исповедь полагается единственное что сейчас трудно конечно исповедоваться в результате да и причаться из-за мер противодействия вот этому коронавирусу вот вам подсказываю да что не говорил шум это у меня дождь до подсказывают что ветхом завете это было нормой и почему кстати евреям запрещали ассимилироваться с другими племенами да это считалось большим грехом когда евреи выходили замуж или женились на представителях других племен потому что нельзя было смешивать кровь ведь был обет обещание от бога что именно из еврейского народа произойдет спаситель вот может быть знаете есть такой но слышали нам термин анонизм от имени он она на того еврея который совершил ну соответственный грех и свое семя так сказать в землю направил ну простите за такие детали но это ветхий завет в том числе эта история вот и его почему этот грех ему и был в меню господь ему там проклял почему потому что он был представителем народа из которого должен родиться христос обещанный миссия а он так поступает со своим семенем ну мы тут все люди взрослые поэтому я себе позволяю такие вещи говорить в прямом эфире ну впрочем это ветхий завет все это возможно сами когда-то читали вот это та же линия мысли очень свято относились к своему генофонду да что евреи за их племени из их рода родится миссия какой должна быть женщина батюшка ну тут вот двояка можно ответить с одной стороны я не вижу принципиальных различий во христе нет разницы какого какая женщина мужчина мы одинаково должны быть честными порядочными до любящими заботливыми ну и так далее то что от нас и господь ждет он же не делает различивать мужчины должны быть такими а женщина должны быть такими нету различия такого христос всех одинаково обязывает быть любящими бога и ближнего а вот с другой стороны что касается женщины ну вот в таком бытовом варианте но мне кажется главное наверное достоинство женщины современным в том что она умеет терпеть я сейчас поясню почему любить терпеть вот и быть преданной своей любви что я имею ввиду современную женщину очень сильно настраивают на то что она может быть независимы ни от мужа ни от семьи нет детей она сама по себе может быть аутентична именно поэтому я говорю что наверное подвиг современной женщины главное в том что она любит мужа семью она предана этой любви то есть она эту любовь не бросает не разменивает не изменяет этой любви и третье она умеет терпеть почему терпеть потому что современный мир в лице детей в лице мужей являет иногда не всегда адекватное отношение к матери и к жене мужья могут к сожалению великому дают себя вместе по-разному и вот и где-то не благодарить свою жену не помогать жить немножко там на в своей волне там играть в телефоны в танчики в эти бесконечные дети тоже и вот женщине очень важно уметь терпеть это это как некий крест я это говорю потому что достаточно часто общаюсь храме и слышу вот эти все рассказы как приходится современной женщины вот наверно терпение это один из сегодняшних подвигов современной женщины христианки смотрели вы без огон михалкова не знаю как дальше жить не смотрел слышу и смотреть не хочу даже если там говорят какую-то правду там явно поспрашивал батюшек которые смотрели ну бачки так нарезал там этого германа графа нарезал билл гейтс да билл гейтс это факт проводил исследование там на вакцины которые уменьшают популяцию станок странах третьего мира это правда как вот вам объяснить вот вы сказали самые страшные слова не знаю как дальше жить вы что такое говорите ну мы христиане с нами бог ну что вы христос с нами мы живем в церкви господь в церкви глава он за нас на кресте умер и мы знаем что у нас не оставит христос уже доказал свою любовь к нам когда умер на кресте вы почаще вот сматривайтесь вот в крест христов он доказал свою любовь самой страшной ценой который заплатила ценой его смерти неужели вы думаете бог нас оставит на растерзание антихристу но в библии же сказано что придет илья елисей два пророка ну что их не заметим ну что не заметим пришествие христа нам господь это все откроет мы это все увидим когда это придет а то что сейчас ну да какие-то вот эти происходят определенные ну смещение в этом направлении до глобализм вот эти все цифровые цифровая экономика эти все способы оплаты бесконтактных в том числе он за пожертвование многие священники выставляют помогите храму номер карта ну да мы все пользуемся унифицированной этой системой но делать из этого сейчас трагедию и говорить как дальше жить нельзя запомните покуда творится евхаристии покуда в литуре совершать литургия в храму потом покуда христос в церкви мы причащаемся мы служим литургии да кто-то сейчас скажет но сейчас же карантину честно можем но это все-таки это временное явление вон в италии у меня друзья которые живут в это уже православных храмов в италии начали совершать литургии евро потихонечку начали причин и у нас это пройдет надо молиться чтобы быстрее все кончилось и пока христиане литургию совершать к мы причем с нами христос и еще ну вот 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 эта штука которая у меня здесь и который у вас телефон это лучше чип на сегодняшний день он по биллингу показывает где вы находитесь с кем вы говорили что вы смотрели куда заходили на какой сайт что оплатили знаете мы уже с вами по большому счету вот когда совершаете даже преступление вы доделать запрос и выдаются информация человеке и соответственно структуру где он был в какое время кому звонил какой был разговор запись все это есть друзья мы мы уже живем по факту в цивилизации где любого из вас можно вычислить все под ногу и мы сами зачастую даже носят вот этот браслет ваше сердцебиение ваш уровень там я не знаю христилина было так объяснить мы уже живем по факту глобально какая разница как мы будем платить по большому счету вот в этом смысле будем ли мы платить карты деньгами наличными телефоном как сейчас самое главное будет ли отречение от христа ведь зачем сатане или антихристу люди которых как сказать хитростью чипировали да не ему не нужны ему нужны добровольные предатели христа это очень важный момент добровольное должно быть отречение от христа когда тебе скажут вот 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 и вот вот и вот вот смотри ты принимаешь эту систему то там чип там или еще что-то может быть еще что-то изобретут но ты не сможешь там ходить в храм причаться потому что это признано там антигуман и не знаю что вот туда тут будет выбор и тогда ты обязан уж выбрать христа и сказать все я готов стать изгоем я готов отказаться от всех ваших благ только что был христос привела причиняться исповедоваться быть церкви я могла быть христианкой вот это такой выбор станет тогда будем с вами об этом действительно волноваться это волноваться у нас решение уже есть мы уже знаем что делать вот и антихрист когда признать он незаметно не придет то очень важный момент антихрист не придет незаметно так что вы его не заметили он вас там аккуратно обхитрил чипировал так далее он пойдет так что вы увидите его поймете что то и я пойму и выпаду мы все поймем а потом яйца пророк илья пророк лисей а потом яйца христос так что друзья это все тревожно это все конечно какие-то буревестники какие-то вот или первые ласточки если хотите если ласточки больше нравится но все-таки пока вот сейчас данный момент подать в панику там волноваться все о чем мы должны волноваться о том чтобы наша жизнь была христианской мы были с вами достойными учениками господа чтобы мы любили ближнего не оставляли молитвы не творили зло ближним всегда радовались всегда друг другу добро творили не унывали не завидовали не осуждали не гневались гадости не говори вот о чем нам надо волноваться пусть это герман грифта волнуется нет ни карточку заблокировал герман гриф зачем-то приходит сообщение вот вам заблокировали карту я перезвоню почему а вот какая-то подозрительно там транзакции у вас но я оплатил на лечением 10 тысяч я перечислял бачка который попал в реанимацию в москве ну вот мы сочли это не не как это подозрительные акции транзакции мы решили заблокировать нехожу ну вот это я вам перезвоню владелец карты я говорю что все в порядке нет вы должны в офис приехать теперь пожалуйста класс да пусть герман грифта париться по этому поводу но я вам расскажу вот что между прочим расскажу вам то что может быть пока что никто подобного не говорил я знаю что сбербанк сейчас очень активно вкладывается в разработку и в исследование искусственного интеллекта они очень увлечены в частности герман гриф он такой пионер в этом идейный вдохновитель они очень увлечены идеей собирание информации информация это все понимаете просто вдумайтесь у вас на руке браслет отслеживающий ваш пульс ваше дыхание ваше сердцебиение уже говорил проектом в этой программе он же браслетом связанской программы например заложено все о вашем здоровье вы приходите на работу а вам отказывают то что показатели вашего пульса вашего давления вашей насыщенности кислорода говорит что вы слабый человек через пять лет у вас будет не дай бог да какой-нибудь инфаркт или инсульт зачем такой сотрудник нужен такой сотрудник вот с информация сегодня сбор информации обработка информации это самый сильный и самый огромный вклад и инвестиция даже уже не в нефть не в эти металлы информация так называемый фермы может быть слышали но там где стоят эти огромные системные блоки там работают эти вентилятор или кулеры вот сейчас мы же эфиры ведем где-то сервер который это все сохраняет где-то это есть кто-то же информацию мое вещание вам сохраняет транслирует так что весь мир сегодня по сути переживает цифровую революцию и очень быстро люди сбербанк это поняли вдумайтесь теперь я рассказываю то что может быть то что я вам анонсировал что может никто еще не рассказывал городе н сбербанк ну или дать причем сбербанк любой банк собирает информацию из какого района в каком магазине какой товар в какое время какого возраста какого пола покупает человек это же очень интересные данные правда же человек например из элитной части города едет в магазин условно говоря вас букву вкус или в перекрестке человек из более простого такого рабочего района городского менее престижного идет в магнит дома в перекрестке человек покупает на ужин бутылку медок сан андре а в магните человек покупает лохмы ну или воска и так во всем получается собирается некая сумма знаний о покупателе а его уровне дохода его возрасте а его районе проживания и выстраивается что настраивается своя карта жителю вот этого района города нужно продавать вот этот сегмент вот в такое время и вот на таком даже уровне глаз знаете что если на полках например если товар будет поставлен на 40 сантиметров ниже уровня глаз то продаваемость этого товара падает где-то на 30 процентов все это изучено все это превратили в науку все это систематизируют обрабатывают исследуют целые если хотите институты я тут конечно увлекся этой темы ну в смысле вам сейчас очень долго про это рассказывают но по сути наши платежные системы наши банки все с чем мы его мы променяли нам удобно взять и перевести деньги взять не доставать наличные копейки а просто вот чик телефон или часы умный чик и все мы променяли вот это удобство по сути на на какое-то своеобразное рабство но это системе уже в рабстве но это очень громко сейчас переждем я надеюсь все завершили но страшно стало я подумал что война началась ну вот и друзья получается собирается но такая вот некая картина некая система знаний и вам в вашем районе города будет предлагаться такой уровень услуг такой уровень продуктов в такое время может быть вас будут больше всего ждать даже музыка подбирается так что дорогие братья и сестры мы уже давно живем по сути ты в глобальном мире и давно не имеем определенных некоторых смысле мы не имеем с вами нам кажется что ты пришел на рынок и думаешь и в магазин думаешь что купить на самом деле тебе уже реклама навязала акция скидки бонусы все это тебя вот так чик 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 что твои деньги то ресурсы шли вот туда извините из к мосту испортил настроение не является ли предательством если ты выходишь замуж после смерти мы уже предательстве перед ним ведь мы встретимся как объясниться если не хочешь выходить замуж вообще больше прожить 1 остаток жизни такой вопрос все таки мне кажется решать лучше со своим духовником наедине но не формате инстаграм нужно ли снова исповедоваться в измене если человек покаялся уже не поменял свою жизнь но стыдно и всплывает в память я вот скажу так иногда нужно поисповедовавшись во грехе похоронить его и забыть о нем не просто нужно иногда обязаны если мы веруем что господь искренне и от всей своей милости простил нас то и мы должны не отказывать ему в его милости если мы простим если мы покаялись вы тоже должны забыть и больше никогда даже не вспоминать в этом грехе на том свете статус мужа и жены уже не является мужем и женой там нет понятия брака там некое единство единство мужа и жены здесь которое началось в идеале должно продлиться и там в вечности если же здесь брак не сохранился по какой-то причине ли женщины как вы писали развилась вышла замуж там так далее то там она не будет привязана к одному ли другому если вот здесь люди соединились прожили жизнь умерли вместе там они тоже будут вместе рядом вот если здесь человек опять же повторюсь тут погиб она овдовел или он овдовел второй раз женился то он ли она там в вечности будет пребывать с тем человеком с которым она или он продолжил свою жизнь дальше второй это может быть или третье либо вообще ни с кем это уже таких деталей господь в евангелии нам не оставил он просто сказал что царстве божьем все как ангел там нет уже понятия брака там нет понятия отношений брачных что важно тут там для нас то важно там это либо продолжение и союза здесь здешнего либо его отсутствия что делать иногда может молитвы будет поспешно машинально паузу делайте прочитали остановились прочитали остановились на какие средства существуют семинарии курска играть на и нуждать помощь но в основном все епархиальные структуры будь то семинария гимназии детские православные сады они все существуют исключительно на 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 средства епархии семинария будь то курска белгородская еще какая содержится собственно на деньги епархии а в епархию деньги поступать из приходов то есть из вашего в том числе пожертвования которые вы купив там свечку или заказав службу какая-то часть свечка вот такая вот какую-то часть этой свечки вы получается отправляете бедным голодным семинаристом в курск ну условно говорит я накопаю сегодня эфир был да мне в этом stories там есть ссылка не муж пил стал опасен супруга взялась тогда чтобы надо было терпеть если была груза жизни то нет она именно права выйти почему господь называют иоанна крестителя ильей но это такое кстати некое сравнение потому что иоанн креститель был очень суровым аскетом и илья фисвитянин дорог или он тоже был достаточно суровым они очень похожи как типаж по поводу молитвы за самоубийцу ну тут если вы отпевали если было благословение епархии то молитесь а там на милость божья не можем гадать при нападении врагов молится святому иоанну воину михалков говорит что скоро чипизация ну что нам об этом сейчас вот правда вот братья сестры 14 чипы наил что я хочу сказать этим я не пытаюсь эту тему так вы смеет или карты и банализировать не а нас эта тема важна и сложно нам об этом сейчас нет смысла по нескольким причинам первое таких чипов еще во первых не изобрели и такая несложный между прочим процесс насколько читал чтобы чип там должен передача система питания вас батарейка сутки поработал разрядилась а чип чем запитываться домом вы его будете электроэнергии снабжать или как более того чип он должен посылать какой-то сигнал на если речь идет о контроле сигнал должен быть на какой-то частоте там килогерц мегагерц и не знаю как опять же батарейка ему нужно как как будет работать этот чип без электроэнергии мы потом самое главное жидкие чипы так называемым это же глупость таких чипов не существует в природе вообще еще раз повторюсь даже если вам сделают чип знаете предательство христа не в принятии чипа вот вы это просто должны уразуметь предательство христа и отречение бога не в принятии чипа а в принятии антихриста как как вместо христа когда человек принят антихриста скажет мне не нужна церковь не нужен бог нужен причастие мне это все не нужно мне все и так есть вот мне нравится моя жизнь вот у нас есть наш лидер то есть антихриста вот тогда произойдет отречение от христа когда мы от церкви от христа отлучимся от причастия вот о чем идет речь хоть десять чипов человеку в живи если он христа любит они ему ничто апостол павел и идол в мире ничто идол без там сатана для христианина это никто и не что если с нами мог конечно вот о чем мы с вами когда крестимся на сатану клюем отрекаешься от река седу не клюну не забыли нам дано бог нам дал такую власть плевать на сатану между прочим первые вот эти разговоры были бог знает еще когда 1660 году шестьдесят шестом году были разговоры про конец света вон на просто отец павел недавно приводил пример сто лет назад первая мировая война и испанка которая унесла 2 2 процента населения земли 100 миллионов жертв тоже все говорили все конец света ведь сказано будет войны будут голод будет мор люди будут умирать постоянно какой-нибудь мор какие болезни рождали у людей мысли о конце света как и сейчас уверяю вас пройдет время несколько месяцев забудем потом будем часами это я говорю сейчас именно осознанно и вот поверьте мне о как я далеко отстал час я прогреть пролиста так какой вывод что вывод в чем я уже вот сказал что мы и так уже живем в глобальном мире где чтобы из него выйти просто надо ехать куда-нибудь и на алтай и жить в избушке выкинуть все телефоны паспорта но то что ты не сделал убрать и сестры тут много вот между вами этих диалогов а вот максим плюсики ставьте давайте чем опасность создание кумиров но когда человек создать себе кумирует дает ему всю свою любовь внимание время по сути он начинает вместо бога слух богу бога служить этому кумиру вот в этом и опасность подмена бога тварь творца меняют на творение ты объясните например что из хула на духа святого как раз на примерах не стоит этого делать расскажу поскольку просто когда человек не хочет чтобы бог ему разумляет дает ему чудо дает ему носом что называется ткнул показала человек все равно не хочет в этого признавать вот это хуление духа святого не признание бога даже когда бог уже сам все сделал чтобы человек значит и он богослов ошибался почему ошибался на чем просто неужели люди такие глупые что им в прямую будут говорить кажись они такие да да очень много разношерстных вопросов и некоторые просто не зачитываю так вот общее скажу свое впечатление друзья все эпохи люди конечно моя его волновались боялись впадали в какую-то тревогу страх из-за всех этих передвижек каких-то воин голодовок болезни так далее и сейчас конечно это не исключение история с чипами история вот с глобализации экономики с нашим миром который контролирует человек это все конечно нас шаг за шагом подталкивает ко времени которое описывал нам богослов апокалипсисе конечно мы видим удивительным образом как все это совпадает на иоанн богослов когда писал что не смогут ни продавать не покупать теперь мы это понимаем что значит когда тебе отключили карту например если наличие где-то денег не будет отключили карту чем все купишь что-то продаж никак ничего все это будет исключен из глобальной системы мы сейчас это потихонечку понимаем я говорю о том что христос господь он нас в разуме он да понимаете не доверять христу сейчас это по сути как предательство то есть говорить что вот мы брошены вот какого кого слушать михалкова в ватсапе видеоролик батюшку из какого-нибудь далекого монастыря кого слушать не знаю я боюсь вот это отсутствие надежды убывания на бога это ну какой-то уровень предательства даже запомните простую вещь христос умерший за нас на кресте не бросит и не оставит свою церковь то бишь нас с вами о господь а нас безусловно позаботиться даст на знамение даст нам понимать вот когда нужно будет нам всем верным христиан действительно отказаться отвергнуть и это произойдет через церковь не через какому-нибудь си архимандрита си архимандрита власть и си гумина силу фиила ману арфонского монаха какой это будет только дано через церковь потому что христос не в отдельных старцах и не в инстаграм проповедниках между прочим а в совокупности церкви я надеюсь что инстаграм проповедники почему я сейчас о них упоминаю в том числе тоже и я себе говорю мы как раз отождествляем себя и говорим от имени церковного сознания мы от себя тина не несём вот меня очень смущает когда появляется какой-нибудь игумен непонятный какой-нибудь си архимандрит и начинают вот эти вот и вы прокляты вот эти вот вы все не так делаете вот эти вот вы уже отреклись ты что церковь очень хорошо что вы подвижник что вы монах что вот несете великий подвиг но говорить так может только церковь вот вы же помните я щас на кого намекаю некий схигумен серии который сказал что все кто верит в коронавирус прокляты кто-то во-первых проклятия в новом завете господь не было мы не имеем права очень христос нам сказал благословлять молиться за врагов благословлять они сыпают проклятие и вот появляются вот эти вот отдельные какие-то старцы начинают свою нести вот эту какую-то версию свои мнения и люди смущаются запомните дорогие только церковь будет говорить и только церковь нужно слушать господь даст нам знать когда придет то время на котором мы конечно все волны да отец мухи седек помоги господи слышал что воспаление легче сейчас нам нужно каяться нам нужно богу приносить искреннее раскаяние в грехах исправление жизни горячий сердечный молитв сказать господи значит много лет что-то не то делали раз сегодня так вот подверглись такому испытанию значит недостаточному верующим достаточно явили дел любви дел милосердия дел праведных который ты от нас ждал вот в чем проблема-то оказывается в нас проблем у нас если бы мы христиане были бы сильными уж поверьте мир был другим нечаянно отправилась маленько простите хорошие смайлики поэтому дорогие брать сестры не унываем слушайте сейчас без 10 10 в 10 у меня начнется прямой эфир на страничке телеканала спас мы будем вести с романом ну такой же диалог вопросы-ответы тему и даже честно не помню знаю если вы хотите вы можете прийти туда и мы там вот смотрите на 190 человек если у вас будет некоторое время вот еще минут 20-30 побудьте вместе пообщаемся там если нет ну тогда сейчас скоро мы вскоре закончим этот эфир я сейчас завершу эфир мне нужно водички правда чуть-чуть что-то жарковато не весь эфир томлюсь у меня кружка стоит пустая тут а попить хочется поэтому мне нужно приготовиться к следующему эфиру приглашаю всех на него на телеканал на страничку страничку телеканала спас вот тогда рома там будет так что благодарю вас братья сестры не бойтесь ничего мы знаете как сказать не надо думать что мы милосерднее господа бога так говорил один мой закон бачка когда вот люди хотят бог о нас позаботиться надо думать что мы так сказать вот предвосхитим его помощь с богом братья сестры всех люблю и обнимаю до встречи в эфире на странице спас